Меня зовут Ирина Воробьёва и сегодня со своим особым мнением в нашей студии политик Владимир Рыжков. Добрый вечер, день кому-то. Добрый вечер. Ну что же, сегодня газета ведомости пишет, ну мы всё время теперь будем так или иначе касаться тем президентских выборов, понятное дело, к марту следующего года будем всё время об этом говорить. Вот сегодня газета ведомости пишет о том, что якобы Кремль ищет ещё одного кандидата в президенты, который будет выдвигать, что якобы он будет либо от бизнеса, либо какой-то либерал, или и то и другое вместе, да, социологи говорят, что такого запроса нет. Но в любом случае, вот эта вот вся возня, вот она о чём говорит? Она говорит о том, что действительно Кремль пока не выбрал какого-то достойного соперника Владимиру Путину, который, кстати, пока ещё не сказал, если я правильно понимаю, да, пойдёт она выбор или нет. Или что? Или хотят заспойлерить Ксению Собчак, или как можно больше кандидатов, чтобы не было спроса на Алексея Навального? Что это всё значит? Я согласен с тем, что до марта нам придётся говорить о президентских выборах, это вполне понятно, это главное событие до марта, политическое, внутриполитическое в России. И действительно, выборы ещё не начались, то, что мы сейчас видим, это только увертюра, потому что сами выборы будут объявлены Советом Федерации в промежуток между 7 декабря и 17 декабря. Тогда мы узнаем, кто официально заявится, то есть кто выдвинется сам, либо кого выдвинут партийные съезды. Не думаю, что это будет очень много людей. Затем начнётся отсчёт 30 дней, то есть до середины января, для сбора подписей, кому это необходимо. Дело в том, что КПРФ, ЛДПР, СССР и Единая Россия, им не надо собирать подписи. Поскольку у них есть предстоятельства в Госдуме. Им надо, если от партии, как вот Ксения Собчак, она от партии Андрея Нечаева, ей 100 тысяч, а самого движенца 300 тысяч, что само по себе очень сложная задача, особенно в период новогодних праздников. И только, и только ближе к концу января мы узнаем список тех, кто будет зарегистрирован. Это первое, что нужно иметь в виду. Поэтому, когда сейчас многие называют тех, кто заявился кандидатами, это просто фактическая ошибка. Кандидатов мы узнаем в конце января. Это первое. Второе. Я не согласен с социологами, я не знаю, как они считают и что они мерят, что нет запроса на либерального кандидата. По-моему, это фактически неверно. Потому что по базовым опросам, недавно Кирилл Рогов сделал такое исследование, опубликовал. От 25 до 30 процентов граждан России стабильно выбирают европейский путь развития. Когда им предлагают выбор, очень интересный, это Левада центр проводит многие годы, очень интересный выбор. Людей спрашивают, вот какого будущего вы хотели бы для России? Предлагают три варианта. Советский вариант, то, как есть сейчас, и европейский вариант. Интересно, что все эти годы европейский вариант на первом месте. Несмотря на пропаганду, несмотря на антиамериканизм, 25-30 процентов стабильно говорит, что европейская модель для них самая привлекательная. На втором месте советская, она набирает от 20 до 25 процентов. А нынешняя, что самое смешное, она самая непопулярная. То есть, она там набирает от 10 до 15 процентов. То есть, люди вполне отдают себе отчет, что то, что у нас сегодня, ничего хорошего в этом нет. Мне кажется, что все не настолько серьезно. Просто люди всегда недовольны, они либо ностальгируют по тому, что было, либо мечтают о прекрасном будущем. Ну да, но интересно, что это прекрасное будущее они видят в европейской модели. Вот что интересно. Вот это важно. И поэтому сильный кандидат, который бы артикулированно, то есть ярко и внятно представил вот эту европейскую модель, либеральную, он, конечно, будет востребован. И у нас есть примеры. Михаил Прохоров, который неожиданно, в том числе для себя, стал кандидатом в прошлый раз, набрал почти 8 процентов, проведя скоротечную кампанию. И сейчас обсуждают, ну, сейчас такие кандидаты, вернее, кандидаты в кандидаты есть. Прежде всего, это Григорий Явлинский, который, несомненно, представляет европейскую альтернативу. Ксения Собчак, которая выступает с такими же речами. И сейчас проброс сегодняшний, о котором вы сказали, это про возможные выдвижения Кудрина, это было бы очень сильно. Ну да, Кудрина называют. Кудрин, да, ему не надо доказывать, что он имеет программу. Он много лет уже продвигает программу реформ. Ему не нужно доказывать, что у него есть опыт управления. У него прекрасный опыт управления. Ему не нужно доказывать, что он политический тяжеловес. Он политический тяжеловес. И еще он достаточно молод и энергичен, и он ни разу не участвовал в выборах никаких. То есть у него тот же есть эффект новизны, который есть, например, у Алексея Навального или у Ксении Собчак. То есть тут 4 плюса сразу, и мне кажется, что он на этом фоне сможет собрать довольно большое число голосов. Я думаю, больше 10% он может набрать и сформировать очень серьезную базу поддержки. Зачем это Кремлю? Я думаю, дело в том, что выборы могут быть похожи на парад ветеранов. Знаете, есть в футболе такие игры ветеранов. Или в Хаттее, ночная лига, когда выходит Фетисов, Путин, люди за 60 и гоняют шайбу. Сейчас вы имеете в виду Явлинского, Зюганова, Жириновского? Да, понятно, что тех людей, которые еще в 1991-1996 году первый раз приняли участие в выборах президентских или парламентских. И на этом фоне Кремлю будет трудно добиться большого интереса к этим выборам. Ну, или скажут, ну что, мы все это видели, кино уже 10 раз. А если, а все-таки Путину хочется победить с высокой явкой, с высокой легитимностью, чтобы действительно была на следующие годы легитимность его власти. И здесь и участие Ксении Собчак, если ее зарегистрируют, и участие, допустим, условного Алексея Кудрина, конечно, это будут совсем другие выборы, гораздо более интересные, гораздо более яркие, гораздо более содержательные, кстати говоря, для большого числа избирателей. И в сегодняшних ведомостях, вот в этой утечке Кремль, можем даже догадываться, из какого управления эти утечки делаются, из управления внутренней политики Сергея Кириенко, пообещал, что обязательно будут сюрпризы. Я склонен верить, что да. Я думаю, что нас ждут еще сюрпризы, тем более, что, как мы уже вначале успели поговорить, времени для сюрпризов более чем достаточно. Во-первых, до самого назначения выборов еще две недели. Во-вторых, само выдвижение займет там 10 дней. Поэтому еще почти месяц впереди на то, чтобы все эти сюрпризы были нам явлены Кремлем. Ну и все-таки, Владимир, вот то, что вы говорите сейчас про выборы, это ведь не имеет реального отношения ни к политике, ни к выборам, ни к тому, как будет жить наша страна. Все, что мы сейчас говорим про выборы, речь идет о шоу. Это будут яркие, яркая кампания и так далее. Но вы же сами говорите, что Путину хочется победить вот в другой борьбе. То есть у нас нет никакого выбора и никаких выборов. Это просто шоу. Не согласен. Дело в том, что все зависит от того, я только понимаю, что мы сейчас должны будем сделать коротенький перерыв. Еще, еще, да, еще две минуты. Да, и тогда я успею сказать. Все зависит от того, как мы и Путин обойдется с результатами этих выборов. В прошлый раз он обошелся очень просто. Вот он избрался и на следующий день забыл об их результатах. То есть он забыл о том, сколько набрал Зюганов, забыл о том, сколько набрал Михаил Прохоров. Вот это неправильная политика. Правильная политика, когда по итогам президентских выборов их итоги учитываются при формировании политики и при формировании правительства. Что это значит? Это означает, что по Конституции России перед вновь избранным президентом правительство подает в отставку. Это прямо в Конституции записано. И в течение, сейчас не помню, по-моему, 10 дней президент должен внести кандидатуру нового премьер-министра и затем, получив одобрение Думы, сформировать кабинет министров. Так вот, я считаю, что президентские выборы, тем более они у нас теперь проводятся очень редко, раз в 6 лет, должны стать базой для формирования нового кабинета министров. И если тот условный либерал, я не знаю, кто им станет, который наберет наибольшее число голосов, получит 10 и более процентов, он сам и его команда должны участвовать в правительстве и реализовать хотя бы отчасти ту программу, с которой они идут. Тогда президентские выборы будут иметь смысл и для Путина, и для страны. А вы верите, что такое возможно, что после, даже если мы представим себе, что такой кандидат наберет больше 10 процентов, кто-то будет принимать во внимание то, что он говорит? Почему нам не рассмотреть это предложение, эту мою идею, которую я сейчас высказываю, и, кстати, не первый раз в эфире «Эхо Москвы», это очень содержательная и, кстати, конструктивная идея, потому что если выборы – это просто шоу, где мы выбираем господина Н, то это бессмыслица для страны и для экономики. Если выборы – это презентация предвыборных команд и предвыборных программ, и полученная поддержка, например, кандидатам от проевропейской части населения России будет продемонстрирована, то я уверен, что при формировании будущего правительства эти команды должны получить достойное место в кабинете. Как это, например, происходит в той же Германии, вот сейчас мы свидетели, как там они скраивают с трудом, пока не получается, коалицию из трех партий. Они ведь не просто людей спорят, кого на какое министерство, они согласовывают программу этого правительства, то есть они согласовывают содержательно, что будет делать правительство следующие 4 года в Германии. – Понятно, что мы в этой студии у вас еще много раз об этом спросим, но поскольку слушатель задает этот вопрос, мне нужно его задать. Почему не Рыжков кандидат в президенты? – Дело в том, что кандидат в президенты – это не лобби укушать, как бы я сказал. Дело в том, что если серьезно говорить, если говорить не о саморекламе, не о самопиаре, не о том, чтобы снять сливки с двух недель вот такой вот лихорадочной, такой вот галлюциногенной славы ради того, чтобы просто помелькать, то я к этому, я же отношусь к политике не как к шоу, мы это уже выяснили в первой части. Для меня в политике самое важное – это какие системные проблемы есть в стране, и президентские выборы, как, впрочем, и парламентские выборы – это возможность открыто об этом поговорить и обсудить решение, и потом это воплотить в жизнь, то есть назначить правильных людей на правильные места. В принципе, правильный человек на правильном месте за три года очень многое может сделать, или за четыре года. И мы уже отфиксировали, что я думаю, это очень важная мысль, даже у меня есть надежда, что меня услышат, что это не просто не пропадет, как просто в воздухе растворится. Я еще раз, по-моему, я единственный и первый об этом говорю в стране, я считаю, что, учитывая, что вот только что, Ирина, мы с вами говорили перед началом афира, что кризис у нас не заканчивается, последние данные Госкомстата говорят, что никакого роста у нас нет, доходы населения падают реальные уже 36 месяцев подряд. Учитывая, что 30% семей в стране экономят даже на еде и не могут позволить себе купить одежду, то главной темой президентской кампании, даже если она не будет объявлена, является экономическая ситуация в стране, которая ухудшается и продолжит ухудшаться. В этом смысле президентские выборы должны стать обсуждением программы по выходу страны из кризиса, должна быть представлена сильная либеральная европейская альтернатива, содержательная. И по итогам президентских выборов должен быть сформирован коалиционный кабинет, учитывающий итоги президентских выборов, а самое главное, учитывающий ту дискуссию, которая состоится, и те предложения по выходу из кризиса, которые прозвучат. И почему же Рыжков не кандидат? Потому что кандидатов могут выдвигать либо партии, которой у меня, к сожалению, нет, это отдельная история, Ирина, вы ее знаете, почему у меня нет партии, почему в России не существует больше республиканская партия России, о чем я очень сожалею, либо какие-то элитные группы, которые считают, что их интересы и их видение, и их программа должна быть представлена. На сегодняшний день есть одна сравнительно сильная либеральная партия, это партия «Яблоко» Григория Явлинского. Они еще полтора года назад определились, что их кандидатом будет Григорий Алексеевич, и я совершенно осознанно его поддерживаю и буду его поддерживать. Потому что гораздо хуже было бы, если бы мы начали действовать разрозненно, кто влез, кто под рова, мешая друг другу, раскалывая избирателей. Я знаю, что есть сторонники его выдвижения, есть противники его выдвижения и в самой партии, и за ее пределами. Но гораздо лучше определиться с одним кандидатом и искренне и всеми силами ему помогать. Поэтому, если бы предложила эта или другая партия, ну это, скорее всего, потому что другие, я просто не знаю, подумать мне о выдвижении, я бы подумал. Но так как партия приняла решение, я принимаю это решение, хотя я не член «Яблоко», я буду поддерживать Григория Алексеевича, потому что я знаю его больше 20 лет. У меня нет никаких сомнений ни в его компетентности, ни в его взглядах, ни в том, что у него есть программа, ни в том, что у него есть большой управленческий опыт, ни в том, что он патриот России. То есть у меня в нем никаких сомнений нет, и я буду поддерживать его как кандидата. Потому что меня никто не выдвигает. Хорошо, я поняла. То есть, еще раз, может быть, это неправильно для политика, может быть, многие считают, что политик должен сам себя выдвигать, а потом искать поддержки. У меня немножко более консервативное представление об этом. Я все-таки думаю, что политика должны хотеть выдвинуть, и он должен принимать это предложение, у него должны быть свои амбиции, но это должно быть два ключа. То есть должно быть его желание и желание еще кого-то его поддержать, потому что иначе ничего не получится. Хорошо, говоря о президентских выборах, я, конечно, не могу не поговорить об Алексею Навальном. Если мы уже говорим все-таки про выборы. Да, конечно. Значит, вот сегодня судья Конституционного суда с особым мнением выступил и сказал, что все-таки условно осужденные должны быть допущены к участию в выборах. У Алексея Навального, вот даже вот с этим особым мнением судья Конституционного суда, все равно никаких шансов нет на то, чтобы зарегистрироваться. По-моему, никаких шансов нет. Ну, вы смотрите, он сейчас ездит по городам, огромное количество людей собирает, так или иначе, в разных городах. Люди его поддерживают. Почему нет? Или именно поэтому его не допустят? Опять по порядку разберем. Пункт первый. Особое мнение судей Конституционного суда, это важно, это знаково, но юридически ничего не значит, потому что юридически имеет значение только решение всего состава суда. Мы это знаем. И так это ничего не значит. Пункт второй. Конечно, Конституция пишет, что в выборах не могут участвовать только те, кто осужден и находятся в местах лишения свободы. Если читать Конституцию буквально, а мы должны читать ее буквально, потому что в самой Конституции написано, что она имеет прямое действие, то, конечно, он имеет право участвовать в выборах. Никаких сомнений нет. И в этом смысле Конституционный суд в очередной раз идет против Конституции, не признавая этого очевидного факта. Пункт третий. Я бы очень хотел, чтобы Алексей Навальный принял участие в этих выборах, потому что он, безусловно, яркий кандидат, и, безусловно, у него есть огромное количество сторонников, и он имеет полное право бороться за власть в нашей стране. У него как раз есть своя структура, ему не регистрируют партию, но у него есть сформированная политическая база в виде движения его сторонников, в виде штабов, в виде волонтеров. То есть у него есть все, что отвечает признакам политической партии, кроме бумажки из Минюста. У него есть своя политическая партия. Пункт четвертый. Его не зарегистрируют, потому что Кремль считает его не просто оппозиционером, а Кремль считает его внесистемным, несистемным, антисистемным и революционным политиком, что для Кремля абсолютно неприемлемо. Я считаю, что это абсолютно неправильное представление об Алексею Навальном, он не является революционером, он не хочет ниспровергать российскую государственность, он скорее хочет овладеть российской государственностью, чем ее ниспровергнуть и разрушить. Осторожнее сейчас. Я очень точно выражаю свои мысли. Вот ровно то, что я имею в виду, я и говорю, овладеть государством это корректный термин. Вот, и в этом смысле, да, но у них, у каждого же из нас свое представление об окружающем мире, вот у них такое представление о нем. И их пугает его активность, их пугает его популярность, их пугает его жажда к власти, поэтому, на мой взгляд, они его не зарегистрируют. И как раз выдвижение Ксении Собчак в каком-то смысле перехватывает его аудиторию, такую молодежную, динамичную. Может, будут еще какие-то кандидаты, которые будут с ним пересекаться. Но я уверен, я уже тоже в этом эфире говорил много раз, я уверен, что его не зарегистрируют, потому что он к ревлюк как кандидат не нужен. Давайте все-таки отходить от выборов, потому что мы, правда, об этом наговоримся. Да мы еще ни разу к не вернемся. Да, наговоримся в эфире, еще очень много об этом. Знаете, о чем хочу спросить? О том, что, вот сегодня новости пришли о том, что якобы глава самопровозглашенной ЛНР, Игорь Плотницкий, покинул свою ЛНР и прибыл в Москву. Кремль всячески открещивается, говорит, что, там, Песков говорит, что приезд Плотницкого в Москву не вопрос, которым занимается администрация президента и так далее. Ну, на самом деле, вот у вас есть вопросы к этой вот странной истории, когда глава ЛНР такой раз и приехал в Москву, и его тут никто не трогает, все хорошо, а Песков говорит, не-не-не, это не мы. Вообще ЛНР, который якобы не подчиняется решениям Москвы. Я несколько лет назад прочитал книжку Эдварда Людвака под названием «Госпереворот». Всем очень рекомендую. Книжка была написана в 1958 году, и под заголовок у нее «Учебник по организации госпереворотов». Там прям технологически описано… Осторожно, опять же. Нет, это не осторожно, это я просто… Это художественная литература? Это литература. Нет, это не художественная литература. А, не художественная. Это нон-фикшн, это человек проанализировал десятки госпереворотов в Африке на тот период, выделил их типичную структуру госпереворотов, выделил их технологию и даже схемы нарисовал. И вот любой, кто прочитает книгу Людвака, увидит, что эти схемы были применены в Крыму, эти схемы были применены в Славянске, Гиркиным, эти схемы были применены в Донецке и Луганске в 2014 году. И когда два или три дня назад я увидел фотографии из Луганска, я сразу вспомнил книжку Людвака. Потому что расположение техники вокруг Дома правительства, белые ленточки на рукавах зеленых человечков, для того, чтобы отличать своих от своих, то есть тех, кто участвовал в перевороте, от тех, кто не участвовал, это все по людваку, это все по учебникам американским делалось и делается. Поэтому для меня нет никаких сомнений, что это спланированная операция спецслужб. Практически нет никаких сомнений, что это операция наших спецслужб, российских. Когда Песков говорит, что мы вообще не знаем, что там происходит, есть две демократические республики, которые сами определяют свою судьбу, но это просто умора, есть такое хорошее слово, умора. Потому что известно и очевидно, и для меня, по крайней мере, я высказываю свое особое мнение, но в нем я уверен, что все, что происходит в Донецке и все, что происходит в Луганске, полностью находится под контролем нашей администрации президента. И куда поехал Плотницкий? Конечно, в Москву. И с кем он будет говорить? Конечно, с кураторами из соответствующих служб. Кто будет решать его судьбу? Конечно, эти люди. То есть, применение вооруженных сил, смещение руководства Луганской республики, это, безусловно, операция спецслужб, скорее всего, наша. Какие цели? Мы это узнаем буквально через несколько дней, потому что они же не будут тянуть, они же начнут действовать. Возможно, действительно, как один из вариантов, речь идет о том, что из двух Приднестровьи сделают одно. Под названием Новороссия сольют органы управления, сольют вооруженные силы, сольют прокуратуру, МВД. Зачем иметь две непризнанные республики, когда можно сделать одно? Очень скоро мы узнаем, то есть, по плодам их, как говорится в Библии, по плодам их, знайте их. Вот по плодам всей этой истории мы скоро узнаем, какой был план кураторов из администрации президента и спецслужб. Продолжаем мы. Вот сегодня пришла новость о том, что фигурант болотного дела Дмитрий Бученков выиграл в ЕСПЧ. ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении его прав и обязал правительство выплатить ему компенсацию. Мне только один всегда вопрос по поводу решения ЕСПЧ. Что на самом деле это будет означать? ЕСПЧ может присуждать все, что угодно. Бученков не может же вернуться в Россию. У решений Европейского суда по правам человека в Страсбурге должно быть, и это нами подписано, проштамповано и ратифицировано два последствия у каждого, у любого решения. Первое последствие, которое наше правительство исполняет неукоснительно, это платить штрафы. Штрафы мы платим всем, выполняем, и даже в федеральном бюджете каждый год закладывается довольно большая сумма. На 2018 год я не скажу, не смотрел сколько, но обычно это десятки миллионов долларов на то, чтобы оплачивать те штрафы, которые нам выписывают по ЕСПЧ. Например, нашей республиканской партии России, когда мы победили в ЕСПЧ о том, что нас незаконно при Суркове закрыли, нам была компенсация 7 тысяч евро, и Минфин эту компенсацию партии выплатил практически сразу. Второе более важное последствие, и ЕСПЧ всегда на это обращает особое внимание, мы должны рассматривать каждое решение ЕСПЧ как указание к совершенствованию нашего законодательства и нашей правоохранительной системы и нашей судебной практики. То есть это не просто накосячил судья, и мы заплатили штраф. Это означает, что закон, который позволил незаконно осудить человека, суды, в которых такая практика распространена, закон должен был быть изменен, и суды должны изменить свою практику. Опять-таки на нашем примере по республиканской партии решение по РПР имело прямые последствия. Именно ссылаясь на это решение, было изменено законодательство о политических партиях, и зарегистрировать партию стало в десятки раз проще, чем это было до решения ЕСПЧ по РПР. Поэтому в случае с данным решением по болотникам, для меня с самого начала было очевидно, что людей преследуют ни за что. Потому что Конституция прямо гарантирует гражданам России свободу, мирно, без оружия, собираться где угодно, на площадях, на улицах, в закрытых помещениях. У нас свобода собраний, гарантирована Конституцией. Людей преследуют за то, что они воспользовались своим конституционным правом на свободу собраний. То есть это преследование неконституционно и незаконно. Поэтому не было с самого начала никаких сомнений, что все эти люди будут выигрывать в ЕСПЧ, что все они будут получать компенсацию. Но главное, это надо законы менять, которые позволяют запрещать митинги, позволяют запрещать демонстрации и позволяют преследовать людей, которые на эти митинги выходят. Вот как раз второе у нас делается очень редко. То есть у нас первое делается неукоснительно, то есть заплатить и забыть. А вот второе поменять законодательство о партиях, законодательство о выборах, законодательство о митингах. Вот это второе у нас делается очень редко или не делается вовсе. Я просто вам, нашим слушателям и себе напомню, что Дмитрий Бученков не получил срок по болотному делу, потому что не успел. Нет, он не был осужден, он должен был явиться в измоскворецкий суд, из СИЗО отпустили под домашний арест, он из-под домашнего ареста сбежал, не пришел в суд, и потом стало известно. Потому что если человека вынудили покинуть родную страну... Просто, простите, я сейчас еще одну вещь напомню. Дело Дмитрия Бученкова, это же вообще одно из самых громких дел из болотников, потому что, как мы знаем, со слов Дмитрия Бученкова, он говорит, что его вообще не было в Москве 6 мая. Вполне возможно, вполне возможно. И все, что есть, это вот эта фотография, на которой изображен человек, якобы, по версии следствия, на него похожий. И вот за это он уже довольно длительное время, если я правильно понимаю, с конца 2015 года, находится под следствием, под арестом и так далее. Вот в этих условиях, которые мы знаем про Дмитрия Бученкова, который не может вернуться в Россию, вот это решение ЕСПЧ, это единственное, что можно сделать, там, условно, в его защиту. Больше мы ничего не можем сделать? Ну, ЕСПЧ это не мы делаем, но тем не менее. Ну, почему ЕСПЧ это тоже мы? Потому что Россия полноправный член организации Совета Европы, ЕСПЧ это институт Совета Европы, мы все там ратифицировали, все подписали, поэтому ЕСПЧ это тоже мы. И юрисдикция ЕСПЧ это часть нашей российской юрисдикции по всем договорам, которые мы подписали. Да, боюсь, что больше ничего нельзя сделать, потому что наши суды не защищают права наших граждан, поэтому остается только обращаться в ЕСПЧ, как в суд последней станции. Ой, еще про суды поговорим. Роснефть, если я правильно понимаю, планирует или может обратиться в суд из-за публикации показаний Игоря Сечина по делу Алексея Улюкаева. В компании сомневаются в том, что эти документы являются подлинным, называют оглашение должностным преступлением. Вот по этому поводу, не помню по какому из дел, то ли суд, то ли прокуратура сказал, что показывать по телевизору личную жизнь Михаила Касьянова, это нормально, потому что это является общественно важным делом. А вот показания Игоря Сечина по делу Алексея Улюкаева, разве не являются общественно важными? Вот, когда была Великая Французская революция, как известно, она была в конце XVIII века, то одной из причин, которые вывели французов XVIII века из себя и страшно их злили, было то, что по одним и тем же делам простые люди получали на полную катушку, а богатые люди, аристократы отделывались легким испугом. И как раз одна из причин французской революции была несправедливость в судах. Подобные вещи возмущали англичан в XVII веке, и это была одной из причин их революции. То есть, поразительная вещь, что Россия в XXI веке сталкивается с практикой, которая в европейских странах закончилась в Англии в XVII веке в основном, во Франции в начале XIX века. То есть, мы лет на 300 отстаем от нормальных правовых практик, когда закон равно применяется ко всем сторонам. Ну, вопиющий случай с Игорем Сечиным. Три повестки федеральный судья направляет Игоря Ивановичу о том, что, дорогой Игорь Иванович, вы свидетель. Более того, вы единственный свидетель. Более того, только вы и больше никто не утверждает, что Улюкаев вымогал у вас взятку. Более того, из тех телефонных разговоров и иных оперативных материалов дела, которые стали нашим достоянием, нет ни одного намека на вымогательство взятки, ни одного намека на то, что взятка была получена, ни одного намека на то, что Улюкаев вообще знал об этом. То есть, дело вообще полностью рассыпается сейчас на наших глазах. То есть, Игорь Иванович говорит где-то журналистам, что мы с ним говорили с глазу на глаз. То есть, слово против слова. В телефонном разговоре Улюкаев страшно удивляется. Чего, кого, куда, чего, кого, чего готово. Дальше. Сечин раньше говорил, что это Улюкаев напрашивался на встречу. Теперь выяснилось, что он сам настойчиво звонил в тот день Улюкаеву и просил приехать к пяти, как я сегодня на особое мнение. Улюкаев отнятился, говорил, что у меня совещание по каким-то акцизам. Нет, нет, Игорь Иванович говорит. Нет, нет, Леша, приезжай, ну надо вот обязательно в пять. То есть, все рассыпается. И адвокаты Улюкаева. И что самое интересное, сторона обвинения. И те, и другие пришли к выводу, что надо Игоря Ивановича все-таки вызвать. Три повестки федерального судья, судья Игоря Ивановича. Игорь Иванович говорит, вы знаете, у меня страшно напряженный график работы. И я вот не могу до конца года, скорее всего, выкроить время. Но слушайте, да если бы любой Болотник или Алексей Навальный, или я, или Ирина Воробьева проигнорировала четыре повестки федерального судьи, к нам бы в шесть утра вломились ОМОНовцы с болгарками, положили бы мордой на пол, повозили бы мордой по полу, и в наручниках привезли к федеральному судье, и разговоров бы не было. Поэтому здесь я часто в наших беседах на особом мнении даю рекомендации. Я хочу обратиться к главе Верховного суда Лебедеву, я хочу обратиться к главе Мосгорсуда Егоровой, я хочу обратиться к конкретному федеральному судье, который шлет повестки. Ну пошлите ОМОН, слушайте, ну в конце концов, ну это же просто, Ир, ты чаще бываешь в судах, есть же такая статья о неуважении к суду, она же предусматривает и административную ответственность, и даже, по-моему, при злостном игнорировании, чуть ли даже не вплоть до уголовной. Ну не знаю, на счет уголовного, но, по крайней мере, можно отделаться не только что. Да, и судья же может послать приставов к принудительной приводу, ну конечно может. То есть, ну давайте мы, весь мой пафос сводится к тому, что, ну, мне стыдно, как сказал герой фильма «Белое солнце», пустыня, но задержало обидно. Ну почему у нас правосудие, как во Франции в середине 18 века при старом режиме, и как в Англии до славной революции 17 века, ну это ж позорище. И к Игорю Ивановичу обращаюсь, Игорь Иванович, ну, если вы уверены в своей позиции, что вымогал, угрожал, показывал два пальца, имея в виду 2 миллиона долларов, ну так приедьте под присягой, с паспортом, как положено, расскажите все под стенограмму. В чем проблема? Тем более, что офис Роснефти в центре Москвы, мы знаем, да, на Софийской, суд в центре Москвы, ехать 10 минут. Я не понимаю, в чем проблема. То есть мне кажется, что в данном случае просто идет дискредитация, во-первых, судебной системы, что она не может ничего сделать с боярами, причем с боярами, приближенными к телу царя. Во-вторых, это дискредитация государства, потому что люди видят, что вообще закон не работает, просто вот плюют и все. И в-третьих, мне кажется, это собственные позиции Игоря Ивановича ослабляет. Ну чего, он боится, что ли, приехать и дать показания судье? А тогда чего стоит все обвинение? Вообще, что по делу Никиты Белых, за которым я внимательно слежу? Вот как раз хотел спросить. Что по делу Улюкаева? Чем дальше в лес, тем меньше дров. Потому что чем больше мы узнаем подробностей, вот про делу Улюкаева я вообще уже ничего не вижу. Вообще ничего. А в деле с Никитой Белых я тоже уже практически ничего не вижу. Ни тот, ни другой никаким деньгам не прикасались. И в том и в другом случае намазана была этой жидкостью пакет из сумка. Это вот сейчас мне намажут, вот эту красную кружку, из которой я... Регулярно этим занимаемся, Владимир, вы почаще любите. И сейчас залетят какие-то черти и скажут, а у вас руки светятся. Я скажу, так а я чай пил? А вот у вас светятся, а под столом лежит сумка с деньгами. Ну, слушайте, ну это же просто абсурд. В любом суде независимом и справедливом эти дела давно были бы закрыты и закончились бы пшиком и ничем. Поэтому я думаю, что... А Витя, а Игорь Иванович сейчас наоборот нападает на суд. А кто допустил утечку? А кто мои протоколы передал прессе? То есть сейчас еще суд будет оправдываться перед ним. То есть не он будет перед судом оправдываться. Сейчас он будет судить суд за то, что... Главное, чтобы никто не извинялся, как мы знаем. Да, поэтому я очень надеюсь, что и в случае с Алексеем Улюкаевым, и в случае с Никитой Белых, все это кончится тем, чем должно кончиться. Дела будут прекращены за недоказанностью вменяемого преступления. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что это было особое мнение политика Владимира Рыжкова.